Господин Лавров обвинил НАТО в концентрации военных сил вокруг России. Когда мы подписывали соглашение между Россией и НАТО, Альян заявил, что на территории новых членов НАТО не будет постоянно дислоцироваться военные силы блока, и это обязательство злостно нарушается. Комментарии американских простых граждан, как это после заявления Медведева о Воскандерах, которые будут дислоцированы в Калининграде, свидетельствуют к тому, что они вспоминали Карибский кризис. Но движемся ли мы к этому кризису вновь? Мы движемся к холодной войне, потому что заявление Лаврова – это заявление в духе холодной войны. А по существу, все, что делает Америка сейчас по отношению к ПРО, по отношению к русским ракетам в Сирии и так далее, это и есть абсолютная спецоперация холодной войны. И, видит Бог, я не испытываю трагические ощущения от этого. Нам нужна холодная война, нам нужна мобилизация, нам нужна встряска. Во время этого, во-первых, слабухи и омерзительной с 1991 года мы пронялись в кисель, мы пронялись в какую-то бессмысленную смятку, мы разучились работать. А нам кому нужна холодная война? Мне нужна холодная война и России. А России кому? Кому? Каким людям? Тем людям, которые не являются агентами Америки, которые не являются агентами, разлагающими народ. А какой процент россиян является агентами Америки? Это не важно. У меня нет счетной машины. Ну, примерно. Ну, достаточно большой процент. Достаточно большой процент является людьми, которым навязали образ Великой Америки, Великого Голливуда, Великих джинсов и Великой Американской цивилизации. И навязали образ русской истории, как истории тупиковой, образ русского народа, как народа раба. Я думаю, что большинство, большинство русских людей, конечно, они настроены антиамериканские. Они настроены антиамериканские, пророссийские, пророссийские. Как жаль, что американцам и американскому политическому эстеблишменту так неинтересно России сегодня. Мы так на них смотрим с таким интересом, а им так скучно смотреть на Россию. Вы не чувствуете одинокость? Вы все время, каждый раз поминаете их в сую, а им все равно. Им не все равно. Вот вы говорите, как такой тонченый агент Америки, внедренный в наше расхлябанное, демобилизованное... А как вы себе представляете, что я агент Америки? Технически. Вы говорите, что мы не интересны. Мы не интересны Америке, мы не интересны самим себе, мы страна, стертая с карты мира. Вы говорите это. А я отвечаю, что мы очень интересны Америке. Потому что для Америки мы гигантский плацдарм. Америка все эти годы сосет вот эту русскую сиську, высасывая из нее последние капли русского молока. Америка окружает нас системами ПРО. Она ставит радары, они окружают нас базами. Как же неинтересно, когда американский бюджет гигантский. Она смотрит на нас с ужасом, когда мы поддерживаем Иран. Она умоляет нас не поставлять Ирану С-300. Сейчас сирийский кризис. Мы интересны Америке. Мы интересны Америке, как еда. Понимаете, как только со стола Америки уберут это лакомое блюдо России, она станет чахнуть. У нее образуется огромный кадык. А Обаму на этом посту сменит какой-нибудь белый американский шовинист. Не дай бог. Слушайте, вы бы ведь расстроились, если бы они махнули на нас рукой. Если бы они на нас рукой? Ну, это невозможно. Как они могут отказаться от русских углеводородов? Они на нас не махнули рукой. К сожалению, русские внушили мысль, что мы Америке не нужны, не интересны, не опасны. Поэтому нам не нужны вооружения, нам не нужна модернизация, нам не нужны ядерные оружия. Вот с этим все покончено. Да здравствует Лавров, который произнес вот эту фразу холодной войны. Да здравствует холодная война. Да здравствует холодная война.